Добрый вечер, уважаемые коллеги, я рад всех приветствовать, кому-то уже даже доброй ночи, а кому-то только-только доброго утра. Нас уже, как пишут, 392 человека, даже, я думаю, что будет и побольше. Напишите, пожалуйста, откуда вы и кем работаете. Допустим, кто-то работает педагогом в школе, кто-то, наоборот, в детском саду, кто-то в доп. образовании, может быть, директоры у нас сегодня есть. Утром была преподавательница из вуза. Междуреченск с нами, Казахстан, учитель в школе, Уфа, так, быстро бежит, Ростовская область, Железногорск, Башкортостан, Брянск, я потом все посмотрю, кто откуда, Тверь, так, Иркутск, Казань с нами, так, ой, Казань, много Бурятия, Оренбург, Екатеринбург, Сургут, город Ногинск, Добрый вечер. Поэтому очень приятно видеть вас здесь. Здесь Родногорск, так, Хмао, Воронеж, Нижневартовск, Ноябрьск, Костромская область, Коме, так, коррекционная школа для слабовидящих Петрозаводск, вот тоже интересный вариант. Я уже думал, что их практически не осталось. Краснодар, Коме, Москва, Коммунарка, Рязанская область, Тыва, Петропавловск, тоже еще один заместитель директора по воспитательной работе, видите, как интересно. И Калининград тоже с нами. Хорошо, поверьте, я все прочитаю, обязательно подведу такую интересную статистику. Был очень интересный и Крым с нами, в общем, практически вся Россия и даже соседние государства. Итак, сегодня мы с вами говорим о работе с пассивными учащимися на уроках английского языка. Те, кто не знает, зовут меня Буров или Михайлович, давайте начнем. Итак, какие виды пассивности вообще можно выделить, и, в принципе, они выделены в различных работах разных ученых. Это операционально-техническая интеллектуальная пассивность, в основе которой лежат пробелы в знаниях, не умение применять их на новом материале, отсутствие умения и навыков организации учебной работы, не умение освоить условия задачи, поставить нужные вопросы, работать с учебником, отсутствие привычки самостоятельного выполнения задания. То есть вот эти черты характерны для операционально-технической интеллектуальной пассивности. Есть еще пассивность мотивационная, для которой характерны выбор преимущественно легких путей достижения цели, незаинтересованность в работе, стремление получить быстрый результат без достаточного осмысливания, дискомфортное эмоциональное состояние в ситуации интеллектуального напряжения. Вот такая тоже пассивность бывает. Если пропадает звук, то можно отключить видео со мной, тогда появится просто картинка, и все у вас будет хорошо. Есть еще частичная или избирательная интеллектуальная пассивность. Представители этой группы интеллектуально пассивны только в отдельных видах работы или в отношении некоторых учебных дисциплин. С чем это может быть связано? Это может быть связано как конкретно с личностью преподавателя, потому что не все всегда сходятся. Это может быть связано с предметом, не заинтересовались, не интересен. Ну, соответственно, нужно как-то с этим работать. Общая интеллектуальная пассивность тоже бывает как еще одна разновидность. Представители этой группы не проявляют обычной детской любознательности. Они не желают получать новые знания, избегают умственного напряжения. При этом проявление интеллектуальной пассивности выступает в разных учебных и неучебных ситуациях даже в игре. Вот с этими ребятами сложнее всего работать, со всеми остальными работать можно, можно их и заинтересовать. Также хочу обратить ваше внимание, что чистых видов пассивности, типов нет. Все они немного смешаны. И самое главное просто иметь в виду, что все это есть, все это присутствует. А как с этим работать, давайте посмотрим дальше. Итак, какие еще характерные черты отличают у нас пассивных учащихся? Это слабость мотивации учения, интеллектуальное иждивенчество. То есть, это когда они ищут ответы в интернете, в решебниках, у своих соседей по парте. Все это будет интеллектуальное иждивенчество. Выбор легких и простых заданий. Если им предложить выбрать задания из более сложных и более легких, выберут более легкие и простые. Больше утомляемости, переживаний, дискомфорта при умственном напряжении. Они все очень быстро устают, хотя бы внешне это проявляют. И при этом им тяжело напрягать свой ум. Ну, как говорится, не зря есть присказка, что наш мозг это тоже мышца, ее нужно напрягать. Поэтому тут нужно просто найти подход, как напрячь их умственную деятельность так, чтобы им это было интересно. Не сформировав из познавательных интересов, когда они живут в каком-то своем мире, в какой-то своей микрокапсуле, и выйти дальше, это уже страшно, это опасно и, соответственно, неизвестно. Опять-таки, бывает такое, что из-за того, что они живут в каком-то своем маленьком мирке, они не знают, что им могло бы быть интересно. Что их реально интересует или может заинтересовать. Вот с этим тоже нужно постепенно бороться, стараться решить эту проблему, она решаема на самом деле. Повышенная реакция на новизну. Такое тоже бывает, когда сложно принять что-то новое. Сложно перестроиться на какой-то новый лад, но это одна из самых несложных проблем, это решаемо. Неоригинальность, шаблонность воображения. Когда их воображение дает какие-то стандартные решения, ничего оригинального они выдать не могут. Но на самом деле тоже решаемо, это приходит с опытом, если будут интересоваться, если будут оригинальные решения. Какие причины пассивности можно выделить? Можно ли определить мотивационную пассивность или психическую? А я бы даже не стал об этом задуматься, объясню почему. Мы же с вами педагоги по образованию, а не психологи. Поэтому, хотя вопрос в вашей интересе. Поэтому мы рассматриваем все как педагогическую мотивационную пассивность. Вы правильно меня поняли. Есть еще проблемы с поведением, а это как следствие уже. То есть, ему не интересно, он пассивен, у него нет мотивации к занятиям. Соответственно, он будет что делать? Пытаться либо сорвать занятия, либо не реагировать на какие-то замечания и рекомендации учителя. И, соответственно, ух, все вести. Так, хорошо, задавайте еще вопросы такие интересные. Очень интересный вопрос. Но, в принципе, я думаю, что вот это будет самый оптимальный ответ. Итак, причины пассивности. Недостаток эмоциональной поддержки со стороны взрослых. Недостаток внимания со стороны родителей. То есть, со стороны взрослых это имеет в виду в детском саду был недостаток внимания. Потом мог быть недостаток внимания в начальной школе. И самое главное, это когда недостаток внимания со стороны родителей. Когда родители не разговаривают со своими детьми, мы получаем то, что мы можем наблюдать, и чаще всего в средней и старшей школе. Не знают, что им интересно, потому что им не показали в свое время, когда это было вовремя. Не понимают, что им могло бы быть интересно, даже если с этим сталкивались. И, конечно же, очень важный фактор – это повторяющийся неуспех. Когда раз за разом у них ничего не получается. Правильно пишется, как зеро. Роль у родителей очень важна. И вот повторяющийся неуспех – это вообще огромная проблема, как и со взрослыми людьми. Вот сколько наблюдаю, и если взрослого человека, ну, я буду иметь в виду от 16 лет, начать чему-то новому учить, если у него совсем ничего не получается, то мы тут же это бросаем, потому что считаем, что мы найдем то, что у нас получится лучше. Точно так же и с начальной школой, и с средней, и с старшей. Если будет получаться хоть что-то, то будет интерес, будет желание достигнуть чего-то нового. Если совсем ничего не получается, то, конечно же, наступает апатия. И, как следствие, учащийся перестает проявлять инициативу. Да, но поскольку, вот правильно пишут, только не все родители, к сожалению, понимают свою роль. Да, на родителей влиять сложно, особенно уже в средней, старшей школе. Но на другие факторы мы очень даже можем повлиять и достигнуть тех или иных результатов. Итак, для начала хочу вам предложить двадцать одну идею, чтобы замотивировать своих учащихся. Что можно предложить в первую очередь? Позвольте обучающимся самим сделать какой-либо выбор и контролировать последствия. Да, когда они, допустим, выбирают. Хорошо, мы сегодня занимаемся, допустим, по одному плану и получаем за это какой-то бонус, может быть, там полегче домашнее задание. Либо, если у вас совсем сложные дети, предлагаете им, что если они будут плохо себя вести, абсолютно не интересоваться, не слушать, то они будут выполнять тест. Но у меня был такой случай, когда пришлось в течение четырех с половиной месяцев заменять учителя географии полностью, в связи с его отсутствием в школе. И были квасы, которые считали, что они обязательно должны этот урок сорвать. И им просто говорят, либо я рассказываю новую тему, либо, раз вы ее так хорошо знаете, мы в предыдущей теме сделаем тест, а потом сделаем тест на новую эту тему, когда вы изучите дома. Ну, восемь занятий, и все стало сразу нормальным. Итак, отсутствие цели. Цели распоясывают. Поставьте цели в начале обучения и преследуйте их. Опять-таки, цели должны быть достижимыми. То есть, когда вы ставите такие цели, которые легко достигнуть к концу урока, либо к концу недели. Допустим, мы с вами научимся делать то-то, то-то. И тогда им будет проще, они будут понимать, что они достигнули, что они получили результат, и все в их жизни начинает удаваться и получаться. Вот, и Елена Синина пишет. Я работаю в классах коррекции для детей с ОВЗ. Проблем не с честь, несмотря на все старания и усилия со стороны преподавателя. Нет, ну, конечно же, есть такие учащиеся, с которыми очень сложно. Но тут нужно пробовать. Чем больше пробуем, тем лучше получаем. И это практически в любой науке сейчас можно определить. То, что если не попробовать, то, собственно говоря, и не получим мы никакого результата. Итак, создавайте угрожающую свободную среду обучения. Можно еще сказать безопасно свободную среду обучения. То есть, здесь именно выражающее, можно взять тоже слово в кавычки. О чем здесь идет речь? Когда они сами могут выбрать из предложенных вами вариантов. Мы можем выполнить такое упражнение, такое или такое. А это нас приведет к этому. Как в сказке, помните, где часто идет такой сюжет, когда выберешь эту дорогу, туда придешь, эту дорогу, сюда придешь. Вот здесь примерно то же самое. То есть, получается такое древо занятий. И, тем не менее, происходит это все так, что в итоге вы достигаете тех целей, которые вы, собственно говоря, и закладывали. Вот, пишется Лидия Владимировна, предоставление возможности выбора мощнейший способ мотивации. На самом деле, да, один из очень и очень серьезных способов. Итак, следующая идея. Серые клеточки любят новую почву, форму, среду для размышлений. Иногда полезно выйти за рамки классно-урочной системы. Для этого у нас в ряде упражнений есть такие формулировки, я вам сегодня покажу, которые заставляют как раз напрячь наши серые клеточки. Это я по агате Кристи. Так, хорошо, давайте посмотрим дальше. Знаете, чем увлекаются ваши учащиеся? Это хороший инструмент для работы. Любят песни, пускай поют. Любят играть в футбол, покажу вам пример, как можно на английском языке тоже играть в футбол. То есть, все зависит от того, что им нравится, и от этого отталкиваться. Благо, у нас предмет математика, но с английский язык мы можем достигать нашей цели развития науков, умений, говорения. И вообще, в принципе, знаний по английскому языку через различные виды деятельности. Итак, еще. Дружественное соперничество еще никогда не было лишним. Имеется в виду дискуссии, дебаты, малые группы сотрудничества и так далее. Когда они могут поговорить, то, соответственно, получают хороший результат. Так, коллеги, вот пишут плохо слышно. Я сейчас чуть-чуть пододвину. Наверное, вот так будет слышно лучше. Итак, дискуссии, дебаты и группы малого сотрудничества очень хорошо помогают работать. Они помогают нам развить навыки говорения, сделать какой-то топ-лист, задуматься. То есть, все это очень интересно. Вот пишет Анастасия. Я работаю по книгам Клары Сакны-Кауфман и Марианны Юрины Кауфман. Мы слушаем все песни «Дети довольны». Да, действительно, так и есть. Поощряйте своих учащихся с маленьких стикеров с хорошим отзывом о работе, видеоролик, который ребята так хотели посмотреть и так далее. Мне даже утром написали на вебинаре то, что и взрослым, если не дать такого стикера, вот, в одной из преподавателей, то очень расстраиваются и начинают сомневаться. А что же они сделали не так? Пока слушаем песни, пишут все довольны, когда тесты или контрольные. Если они готовы уже к этому тесту или контрольные, если вы через песни, через какие-то интересные задания заложили в них те знания, которые нужны вам, и, соответственно, тогда и контрольные пройдет легко. Ну, конечно же, кто будет рад тесту или контрольные? Вот нету ни одного человека, который сказал, ура, сегодня контрольные, и, соответственно, я буду рад так ее выполнить. Нет, никто не любит ни тестов, ни контрольных, никто не любит проверок. Соответственно, это уже другая история, но если они готовы к контролю, если они контрольные решили и получили хороший результат, дальнейшая мотивация будет поддержана. Вот, мои второклассники очень любят тесты на буквы, но со второклассниками там другая ситуация, они четко видят в этом мотивацию, что они получат хорошую оценку за контрольные. То есть тут тоже у каждого есть свои особенности и возраста, и конкретной группы у конкретного учащегося. Позвольте учащимся быть ответственными за что-либо, назначайте ответственность за определенные задания, мероприятия и так далее. У меня, например, было так, они мне сами писали, кто первый пришел в класс, были ученики, которые на первом уроке обязательно писали дату, число на доске. У меня почерк не очень хороший, поэтому, соответственно, я отдавал такие обязанности им, либо наладить нам работу с проектором и ноутбуком. Тоже всегда есть такие ребята, могут наладить, и, соответственно, потом они очень хорошо на это откликаются на какие-то другие просьбы уже учебные. Объедините обучающихся в сбалансированной группы, практикуйте обучение в сотрудничестве. Обучение в сотрудничестве вообще помогает нам и поддержать более слабых учащихся, дать возможность более сильным помочь более слабым. И, опять-таки, поскольку в обучении сотрудничестве есть формула, по которым совершенно легко можно проверить всех учащихся, то на них ложится ответственность, и, соответственно, им уже не удается вот этим вот ребятам, которые у нас ничего не любят делать, как-то отсидеться, где-то что-то списать и ничего не сделать. Что-нибудь должны будут сделать. Хвалите, когда учащийся это заработал. То есть, если что-то получилось, обязательно нужно похвалить, похвалить так, чтобы это не казалось перехваленностью, не побоюсь этого слова. То есть, хвалить нужно уметь, и нужно уметь находить, за что похвалить, почему бы и нет. Научите учащихся быть критичными к тому, что они сделали, задавать себе вопросы. Тоже очень важный момент, когда нужно сталкивать их с тем, и с этим сталкивают нас учебники, когда необходимо ответить на какие-то, казалось бы, банальные иногда вопросы, иногда очень личные вопросы. Но научить рефлексировать самого себя – это очень важный момент. Поделитесь с учащимися своим энтузиазмом. То есть, пришли в хорошем настроении или не пришли в хорошем настроении, но постарались его себе культивировать, передайте его им, покажите, что у вас хорошее настроение, что у вас точно сегодня все получится, что сегодня все, даже самые слабые учащиеся, поскольку у вас хорошее настроение, у всех все будет хорошо, все получат хорошие оценки. Так работает любой лектор-иностранец. Они все всегда заряжают публику, как энерджайзеры такие. И, соответственно, у всех все получается. Очень хорошо это работает. Знайте своих учащихся как личности. Если вы с ними общаетесь именно как с личностями, а не как, допустим, с подчиненными какими-то, или просто как с абстрактными учениками. Если они знают, что вы им интересны, особенно на английском языке, на уроках, то, соответственно, они будут хорошо заниматься у вас в принципе. Преподносите материал с опорой на интересы ваших учащихся. То есть, к этому все время нужно отсылать. Мы утром обсуждаем такой вопрос. Как в селе привить интерес к английскому языку, когда молодой человек собирается быть трактористом? На самом деле, очень даже можно, поскольку все инструкции написаны сейчас на английском языке. Очень много техники у нас, в принципе, идет из зарубежья. Ну и, соответственно, нужно знать. Вот пишет Моисеева и Елена. Старались разобрать трудные задания с учащимся. Конечно, тоже интересный вариант, когда они чувствуют, что вы не безучастны, что вы их не оставляете с проблемой один на один. То это тоже может повышать мотивацию. Итак, еще несколько идей. Помогите найти причину, зачем что-то необходимо знать. Постарайтесь донести до учащегося, что его опасения о неуспехе напрасны. Но это совпадает с тем, с чем я уже говорил до этого. Задавайте планку, которая будет казаться высокой для учащихся, но вы будете уверены, что она реально достижима. Именно так достигается, закладывается ситуация успеха. Наладьте с обучающимися обратную связь. Покажите им, что задавать вопросы и переспрашивать по теме урока не преступление. Очень важный вопрос. Вот этот фидбэк, обратная связь, он очень-очень важен. Поскольку хороший вопрос может сфокусировать ваше занятие. Не всегда мы знаем, что им непонятно будет в той теме, в которой мы хорошо разбираемся. Поэтому хороший вопрос, он всегда уже сразу себе несет хороший ответ. И поэтому такие вопросы можно поощрять, вплоть до оценок. Если он действительно интересный, толковый и помогает рассмотреть проблемы с какой-то другой стороны. А вот Кристина пишет, в группе 17 человек, как успеть всех опросить? Получается, что кто-то отсиживается. Посмотрите, есть видеозапись вебинара, обучение учащихся в больших группах. Там все об этом рассказано. У меня было и по 19 человек в группе. Это возможно. Даже если нет тракторов и колхоза, то все равно дети говорят. Я же не поеду в Англию, зачем мне учить английский? Можете всем рассказать. Лет 7 назад мне предлагали, поэтому точно знаю, что в Церни, в Швейцарии с удовольствием берут студентов разных специальностей на стажировку. Самая главная одна задача, чтобы знал английский язык. Зарабатывают хорошо, они берут как раз летом, но учитывая, что это было лет 6-7 назад, 500-600 долларов, я думаю, это серьезная сумма для студента. И как 26 и 28 обучить все, пожалуйста, в вебинаре, как обучать, как работать в больших группах учащихся. Можно найти видеозаписи, презентацию. Все это, в принципе, сложно, но возможно. Отслеживайте прогресс учащихся, демонстрируйте его своим учащимся. То есть показывайте, что они пошли вверх, как такую мини-диаграмму, хотя бы на словах. Разбавляйте школьную жизнь, учебный процесс веселыми, несущими образовательную ценность мероприятиями, событиями. Евровидение, научные конференции, все что угодно. Просто какие-то песенные конкурсы. Покажите, что у каждого есть сильные стороны, давайте установку на успех. Но об этом мы уже говорили. Итак, давайте посмотрим на самый первый пример, на New Millennium English, как можно легко поработать. Кстати, этот пример хорошо работает и в больших группах. Как можно, например, проверить новые изученные слова. В данном случае идет расширение запаса лексики по теме одежды. Конкретно по тому, какие виды джинс можно вообще увидеть, встретить. Допустим, вы изучили уже эти новые слова дома, с учащимся они позанимались, и вы хотите в начале урока их немножко оживить и проверить. И даете им такую установку. Stand up if you are the person who likes wearing stormwater jeans. What does it look like? Know the difference between baggy jeans and flare jeans. Want to buy private jeans. Да, сразу вы узнаете, все встали. Кому-то нравятся такие джинсы, кому-то такие. Кого-то можно спросить, как они выглядят. Кто-то хочет купить джинсы полностью в заклепках. Пожалуйста, все это можно проверить. Кто-то встанет обязательно, конечно же, просто потому, что он видит, что все встают на тот или иной вопрос. Тут, если вы есть подозрения, можно совершенно спокойно спросить, о чем вы его спросили, либо дать какие-то дополнительные комментарии. Вот так, буквально за несколько секунд, не побоюсь даже сказать этого, одну-две минуты вы проверите то, как они запомнили свои домашние слова, которые вы изучали ранее. Так можно начинать любой урок, так можно вводить новую тему, например. Ну, соответственно, лексика должна быть им известна. Игра «Зашифрованное слово». Мы в нее как-то играли уже с слушателями. Как тоже вариант проверки домашнего задания, как вариант мотивации. Смотрите, ученик получает зашифрованный список слов, где число обозначает порядковый номер буквы в алфавите. Задача расшифровать слова быстро и правильно. Соответственно, сейчас зашифрованы слова по заданию «Б» в домашней работе, где нужно вставить слова «No, visit, study, go shopping, go for a walk» и «organize» в предложение ниже. Да, очень интересная игра. Я хочу вам предложить сказать, какие же два слова здесь запрятаны. Вот если кто-то в чат напишет, будет очень приятно. Вот, Анастасия пишет, мы такое выполняли, очень интересно. И Валентина пишет, мои детки любят такие задания, заодно им можно запомнить, как слово пишется. Правильно пишут Регина и Кристина «No» и второе слово «organize». Давайте проверим. Вот, пожалуйста. Очень хорошая подготовка. Кстати, можно включить подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Там очень четко прописано, что мы не готовимся к этому экзамену, мы именно подходим к нему. Мы учимся говорить на английском языке, а не какой-то изучаем набор лексики. Поэтому любые задания, которые интересны, которые позволяют нам говорить на английском языке, выполнить какие-то задания успешно, они все идут в копилку к экзаменам тоже. Итак, в Enjoy English для 6 класса можно найти вот такое задание «Мозговой штурм». Такие штурмы можно организовать в начале практически каждого урока. Так можно легко показать, о чем вы будете говорить, либо вспомнить какие-то изученные слова, либо использовать это как 3-4-минутное задание на говорении, если спросить какие-то дополнительные, задать дополнительные вопросы на языке. Вот Ирина пишет. «Мои эти задания обожают». Да, очень много есть учащих, которые любят эти мозговые штурмы. Что здесь предлагается? Complete the night map. Say what words are connected with the phrase what a word. В данном случае какие-то слова представлены. Нужно вспомнить, что еще может относиться к подводному миру. И, соответственно, так вы настроите своих учащихся на урок, замотивируете их к хорошей продуктивной работе. В редап тоже можно, как в дополнительных пособиях, поскольку у вас всегда есть право совмещать книгу с еще какими-то пособиями, ваш основной учебник. Есть задания на творчество. Допустим, прочитай инструкцию и сделай открытку для друга. Инструкции все на английском языке. Так можно легко запомнить, что, собственно говоря, требуется. Запомнить новые слова, сделать такую поделку и замотивировать учащихся на дальнейшую работу. Воджо Иглиш для 10-го класса. Вот Сириум говорит, как замотивировать старшеклассников. В учащей компьютерной программе можно использовать вот такую игру, где, если слово выбрано правильно, одно из двух, то футболист забивает гол вратарю. Если неправильно, то, соответственно, вратарь ловит мяч и мы не забиваем гол. Ну, очень хорошее упражнение для того, чтобы отработать те или иные вещи с старшеклассниками, тем более, что они у нас заложены в учащей компьютерную программу. Ирина пишет, ой, я редап использую. Да, хорошая серия книг, практически уже вся линейка написана, не хватает только 6-го, 7-го класса. Можно использовать с любым учебником на уроках. Вот Галина тоже пишет, пользусь, дети очень любят. Enjoy English для 6-го класса в рабочей стараде можно найти вот такое задание, в котором необходимо сделать проект, создать такой клуб по изучению международной всего природы вокруг. Тоже очень интересное задание, позволяет развить навыки говорения, замотивировать всю группу на хорошую работу и получить хороший результат с учебной точки зрения. Вот, сколько у нас сегодня приятных возгласов. И Каримова Ольга пишет, в конце первой четверти делали. Ну вот и напишите, сколько времени это заняло и насколько хороший результат получился. Будет очень интересно. Да, проекты разведки у газовых учащихся, как правильно пишет Елена. Смотрите, в happyish.ru для 5-го класса можно найти вот такое задание, где агент Qt, вот написали в Enjoy, таких много заданий, минут 15 занимает. Не так много от урока, а сколько полезности в этом есть. Спасибо. Итак, агент Qt получил от босса задание сообщить информацию о мистере D. Факс вышел нечетким и середина задания смазалась. Вы снимаете задание, используя RIS, VA, ISV, A, V, ISA. Турное умение с факсами до сих пор очень многие работают. Соответственно, такая ситуация реальная. Да, с другой стороны, нужно исправить ошибки Qt, которые все любят исправлять. Развлекательная форма, но учебная задача достигнута. Мы получаем тот результат, который нам необходим. Они учатся использовать оборот в RIS, VA, уставить в правильный порядок слов в вопросе. Да, вот такие задания, коллеги со мной согласны, очень хорошо помогают замотивировать практически любого учащегося и достигнуть цели перевести его из пассивных в активных. Почему бы и нет? А в happyenglish.ru для 11 класса, когда часто мне говорят, что уже с старшеклассниками в игры не играют, играют. Для этого существуют, например, ролевые игры, где в данном случае нужно принять на себя роль. И ту или иную судьи, или жюри, или адвоката. И, собственно говоря, провести такой суд над глобализацией. В данном случае может участвовать любое количество человек в группе, потому что там, где одинаковых ролей может быть больше, все это указано в карточке роли. Соответственно, если даже у вас 17 или 19 человек, в той или иной степени могут поучаствовать в данной ролевой игре и говорить по-английски в течение урока. Вот, еще как играют, да, действительно играют, просто нужны игры подходящие. Соответственно, будут играть. А в happyenglish.ru для третьего класса можно найти вот такие задания, не просто так обращают внимание стикеры, на эстетику оформления и творчества. Да, и если у нас книга красиво оформлена, если она красиво будет, то это младший школьник или старший классник, ему в любом случае будет интересно. Итак, воспользуйся этим планом и реши, где ты спрячешь сокровище. Опиши в рабочей тетради путь к сокровищу. Очень интересный вариант задания. В данном случае кто-то может и поискать вот по такому описанию это сокровище. Кто-то только напишет и уже будет достигнуто. Необходимая нам ситуация. Такие задания хорошо нам помогут замотивировать более слабых учащихся, либо пассивных учащихся. И достигнуть необходимых нам результатов. В миле для четвертого класса есть вот такая интересная игра, которую тоже можно выполнить, которая позволяет работать со всей группы. Игра достаточно простая, красочно оформлена, поэтому работать с ней очень-очень легко. Вот. Мы взрослые люди, любим играть. Что уж о детях говорить? Да, действительно так. На самом деле, когда принимаешь все на себя, особенно если сравнивать со средней и старшей школой, то реакции будут примерно одинаковые. Потому что вот сколько на семинары ездим, в последнее время часто провожу мастер-класс по алфавитным карточкам, где нужно увидеть слово, которое отображает букву. Оно, собственно говоря, нарисовано. Там индейцы, кактус, либо я не знаю, индейцы, лебедь. И попробовать, вытягивая различные карточки, на ходу придумать целый рассказ с ними. Взрослые с удовольствием играют в это. И я вам советую и в среднем, и в старшей школе тоже это культивировать. Хорошо развиваются навыки спонтанной речи в заданных условиях. Нет игр, да, придумайте. Вот, собственно говоря, с алфавитными карточками такие игры, описанные у нас в издании, можно заказать, пожалуйста, они вместе с вами. Да, в пассиве чаще всего остаются дети с низким уровнем языка. Но постепенно-постепенно можно развивать. Да, есть специальные фанты для урока по английскому языку. И поэтому взрослые дети все любят играть. Почему бы и нет? Это помогает нам достичь наших результатов, но в интересной форме. Итак, компенсаторная компетенция. Смотрите, в редакторе 4 класса. Замечательное задание. Догадайся о значении слов. Если надо, проверь себя по словарю. То, что они любят быть иждивенцами. Почему? Вот, пожалуйста, можно свои замечательные компенсаторные умения, умения подсмотреть, догадаться, использовать здесь и рассказать о том, что то или иное слово обозначает. Такое задание поможет нам хорошо отработать необходимую нам лексику. Наталья Федоровна пишет. Я прячу в класс конфету или фрукт. Инструкции, где лежит, пишу по-английски. Дети читают и находят. Обороты РСВА работают. Предлоги, лексика, дом. Да, пожалуйста. И так в игре они используют, соответственно, эти слова, эту лексику в жизни. В жизни ситуации. И, соответственно, это происходит все более естественно. И тогда не возникает никаких проблем ни с контрольными, ни с экзаменами, да в принципе ни с чем. Да, учащимся самим нравится составлять задания, даже слабые захочут поучаствовать в этом. Почему бы и нет? Вот Инна пишет. У меня в одной слабенькой группе дети любят играть, как ни странно, в глухой телефон. Каждый урок готовы играть. Пожалуйста. Я в третьем классе кидал мячик. Был как раз 19 человек, и чтобы быстро всех опросить, по Enjoy English занимались, спросить, задать необходимый вопрос, либо получить ответ на вопрос, и кидали мячик. Все внимание на мяч, соответственно, человек, который отвечает. Вот вам, пожалуйста, результат. Самоконтроль тоже очень важный момент, как и умение составлять задания, и желание составлять задания. Самоконтроль тоже помогает настроить на необходимый лад, где расписано, какое количество баллов, на какую оценку может претендовать. И, соответственно, тогда они будут выполнять задания, чтобы стремиться к наилучшему результату, потому что они видят свою цель. Также самоконтроль можно и найти в happyenglish.ru для девятого класса в обучающей компьютерной программе, где ведется такой журнал, где можно проверить все по процентам. Очень удобно с этим работать, как с родителями, когда можно всегда проверить, и математически все будет посчитано, на какую оценку он учится. Точно так же и хорошо работать с учащимися, которым нужно позаниматься дома и быстро получить результат того, где правильно, где неправильно выполнили. Все это можно распечатать и, соответственно, достичь необходимых целей. Борис Иванович сегодня к нам снова присоединился и пишет замечательные комментарии. Хотя редакт создан титулом в первую очередь своим учебником, но эта линия может использоваться с другими университетами. Наиболее полезным является насыщенность не только языковым материалом, но и материалом для развития творческой активности учащихся, причем всех классов. Абсолютно верно. Там все построено по темам электропримерной программы, поэтому никаких проблем использовать с другими учебниками нет. Итак, в мире для третьего класса можно найти вот такую песню, которая есть и в обучающей компьютерной программе. Вот, собственно, слайд из нее вы видите, где мы работаем с караоке-версией, поем песню, соответственно, запоминаем новые слова, получаем и удовольствие, и все это становится уже жизненно необходимой ситуацией, которую нужно решить и получить результат. И английский язык резко становится нужен. Вот, Ольге нравится идея с мячом. Пожалуйста, применяйте на здоровье. На здоровье действительно, это помогает привлечь внимание, удержать внимание на ответах других учащихся, не перебивать друг друга. То есть мячик в этом плане очень-очень полезен, особенно в начальной школе, когда вопрос-ответ не предполагает длительного времени, когда это не будет затягиваться. Итак, эстетика оформления стихотворения, например. Все боятся стихотворений, поэтому больше любят песни. Вот, пожалуйста, стихотворение, запрятное в чайник, которое описывает, которое поддержано еще картинкой, в котором, собственно говоря, которое раскрывает суть этого стихотворения. Даже слабые учащиеся могут догадаться, о чем здесь идет речь, пример из ряда под для второго класса, прочитать его красиво и правильно. А в миле для третьего класса можно найти еще в обучающей компьютерной программе вот такую замечательную песню, которая помогает нам разобраться в лексике о днях недели, вспомнить про наши дневники и закрепить, собственно говоря, ее и замотивировать любого учащегося. Вот, все стихи и песни мы показываем жестами. Дети сами придумывают движение. Да, конечно же, это тоже очень хорошо работает. Так появляется какой-то ритм, какая-то последовательность действий, и все очень хорошо запоминается. Хорошо, когда один класс. А если класс-комплект, второй и третий, вот где сложно удержать внимание, организовать работу. Мари, тоже посоветую вам видеозапись вебинара, работа в разноуровневой группе. Как раз про класс-комплекты я там говорил. И вы можете найти ответ на свои вопросы хотя бы отчасти. Итак, в happyenglish.ru для второго класса можно найти песню про алфавит, которая тоже очень хорошо помогает нам запомнить алфавит. Такие же песни я вам покажу и в других учебниках. И, соответственно, все это хорошо работает. Да, вот Елена Михайлева тоже самое очень советует посмотреть видеозапись вебинара по работе в разноуровневой группе. Там как раз про класс-комплекты. Итак, еще один замечательный пример из Enjoy English для второго класса, где песни в обучающей компьютерной программе анинированной. И мы можем увидеть, как по ходу песни мы изучаем ту или иную букву. Все это тоже очень и очень хорошо работает. В happyenglish.ru для четвертого класса в четвертом юните мы можем найти вот такую песню, где нужно прочитать текст песни и повторить его с Дианой. В данном случае изучается, опять-таки, лексика по временам года, по тому, в какое время года, как будет холодно, либо как будет жарко и так далее. Все это очень хорошо работает, так легко и непринужденно. Мы запоминаем то, что нам необходимо запомнить и применяем эту лексику в жизни. В happyenglish.ru для седьмого класса тоже не останавливается работа с песнями. Песни уже, соответственно, посложнее. Но, на самом деле, это не единственное интересное упражнение здесь. Я сейчас вам приближу. Есть еще очень интересное упражнение, где нужно... Очень простое, и при этом очень качественное. В группах нужно... Это упражнение четвертое, где в группах нужно ответить на вопросы и обсудить, что означает слово environment. Именно для вас. То, что я вам говорил, когда идет именно постановка вопроса через себя, когда нужно отрефлексировать. Ну, вот, соответственно, тут тоже можно все это обсудить. В малых группах представить свой результат для всех задание на обучение в группах, в малых группах сотрудничества. В немилеем English для седьмого класса можно найти вот такое интересное упражнение, где необходимо поработать с темой Who built the pyramids? И первое же задание говорит о том, что нужно прочитать текст и ответить на вопрос, кто же мог построить пирамиды. Пожалуйста, это из банального чтения, которое тоже, конечно же, важно, но с таким вопросом дети уже, учащиеся сразу ищут необходимые ответы на вопросы. На поставленный вопрос задумываются, а вообще действительно, кто построил пирамиды, учитывая, что камни там могли весить и по пять, и по десять тонн. И, соответственно, приходят к какому-то результату, ищут ответы на эти вопросы, читают текст очень и очень внимательно. Вот. Песни у Калфа он и развивает, и обучает. Да, действительно, так и есть, поскольку они подобраны к учебнику непосредственно и, собственно говоря, они авторские, они написаны специально для учебника. Вот. Всегда стараюсь оставить время для игры детям. Детям очень нравится. Конечно же, все любят, когда они получают что-то, когда они получают что-то неприятное за свою работу. Можно построить, опять-таки, об этом мало, наверное, упомянул, с обучающимисями работу так. Когда вы предлагаете им выполнить то, что вам необходимо за урок, и пять-десять минут оставить на песню, на какой-то просмотр видеоролика, связанного с английским языком, то, что они хотят. Но только в случае того, если они будут хорошо заниматься и выполнить все то, что вам необходимо. В New Millennium English до десятого класса тоже можно найти интересный вариант мозгового штурма, где, как вы видите, он представлен, представлен в виде картинки, которую окружают слова. Можно подумать о том, какие же картинки еще могли бы поддержать этот рисунок. И ответить на вопрос, что, собственно говоря, для вас является успехом, какие категории должны, какие понятия должны поддерживаться для того, чтобы вы добились успеха. Даже и подача материала здесь интересна. Смотрите, чем пахнет успех? Да, с юмором, причем с юмором таким достаточно тонким. Учащиеся все это хорошо чувствуют и понимают. Есть, есть что обсудить, есть с чем поработать, есть на базе чего замотивировать учащихся. В ReadUp для десятого класса можно найти тоже интересное задание, где идет подача материалов в доступной и полезной форме, где нужно заполнить достаточно стандартную анкету для того или иного сайта. Такая анкета может быть обсудена на любом сайте. Посредством заполнения такой анкеты можно, допустим, купить дешевые билеты на иностранном сайте у, собственно говоря, авиаперевозчика, либо заказать себе отель непосредственно у отельера, а не через посредников. Вот так можно и показать, что английский язык важен и нужен, научить их такую форму заполнять, что пригодится им в жизни. А happyenglish.ru для четвертого класса тоже можно найти в седьмом задании интересное упражнение. Подскажите, что случится с этими скажутыми героями, вставь в предложение глагол помощник will, глагол fly, away, come back, where, meet, sleep, help. Что здесь идет? Это интересная подача материала, где тренируемся мы в будущем времени, вспоминаем о том, какие сказки здесь описаны в простых предложениях. То есть, с той или иной стороны у нас даже пассивные учащицы будут замотивированы на то, чтобы разобраться в этой проблеме. Да, вот детям нравится анкета на иностранном языке, это им в новинку, заодно проверяют свои знания. Да, конечно же. Еще один интересный пример, где идет работающий с образным мышлением, идет его развитие, где необходимо соединить пару глаголов в настоящем и прошедшем времени. И нарисованы эти глаголы в двух сапогах. Соответственно, соединяя два глагола, получаем пару, как пару сапог. И, собственно говоря, можно предложить девочкам собрать пару туфель, мальчикам собрать пару кроссовок из этого, и тогда это будет еще включаться и образное мышление, и мы получим необходимый результат. Также, заметьте, все это не просто так, а поддерживает текст, который необходимо прочитать далее, где говорится о башмачнике. Речь идет о все связанном с обувью. И, собственно, вот, а я делаю с парой перчаток. Почему бы нет? То есть, тут идет работа с образным мышлением. Работать в парах, в группах или индивидуально? По-разному, соответственно, и в парах, и в группах, и индивидуально. И, подводя итоги, вот, пишет Кристин, с погом здорово придумано, подводя итоги нашей сегодняшней с вами встречи, готов, что хочу вам предложить. Очень важна установка на успех. Если будет установка на успех, то и будет результат, и вы сами можете ее поддерживать, это хорошо работает. Помогает смена формы организации занятий, классно урочные, экскурсии, пикник, ток-шоу и так далее. Есть еще один интересный прием. Встаньте на одну ступень с теми, кого обучаете. Если у доски отвечает ученик, займите его место за партой и послушайте из народа. Это тоже очень нравится учащимся. Это помогает тому, кто стоит у доски, почувствовать себя немножко в роли учителя, когда на него все смотрят. Вам приблизиться к учащимся и, соответственно, замотивировать на дальнейшее обучение, в том числе и пассивных учащихся. Возложите ответственность на учащихся. Помните, согласно мы учим учиться, а не вкладываем уже готовые знания. Они могут подготовить какую-то часть урока, рассказать грамматическое правило сами. Почему бы не попробовать это сделать? Приносите на урок свое хорошее настроение и оптимизм. Они передадутся учащимся и помогут сформировать у них мотивацию на успех. Да, об этом можно абсолютно прямо говорить, что я сегодня пришел в хорошем настроении, абсолютно замечательном, поэтому у вас всех сегодня все получится. Вот Наталья Федоровна пишет. Не знала, но сейчас сижу на их местах. А на самом деле все это очень хорошо работает. Если у вас есть вопросы по теме нашего сегодняшнего вебинара, я с удовольствием на них отвечу. Презентация и ссылка на видеозапись будут выложены завтра. Пожалуйста, можете скачать презентацию, посмотреть видеозапись еще раз, дать ссылку для того, чтобы посмотрели другие коллеги. Действительно, все это простые истины, но они очень хорошо работают. Можно ли эффективно использовать планшеты на уроках? Я думаю, что возможно с электронной учебники полным ходом пошли. Так, как можно будет получить сертификат об участии вебинара? Сейчас я вам в чат выкладываю код для скачения сертификата. О том, как его получить, будет написано одну секунду перед вами на слайде. Пожалуйста, вы можете рассмотреть его. и, соответственно, получить. Да, на планшету удобно скидывать контрольную работу. Так, убежал код, продублирую, это не страшно. поскольку вопросов больше нет, вот есть интересный комментарий. Многие такие моменты давно в ходу. Я сама люблю на месте детей сидеть, когда они что-то рассказывают и показывают. На самом деле, очень много интересный вопрос, очень его люблю, отвечу. Как бороться с ГДЗ? Интересный у меня был случай, когда у меня учащиеся списали словарный диктант в девятом классе, и я им предложил такой вариант, что поскольку я их подозреваю, но подозрения мои косвенные, то проверим все очень просто. Хватило пяти минут. Если они не отвечают устно правильно на три вопроса, то есть я спрашивал их те же самые слова, три штуки, и все верно, то оценка такая же, как я поставил в диктанте. Точно так же с домашними заданиями. Задавать дополнительные вопросы. Если ответил все верно, значит с ГДЗ разобрался. Если не ответил, то соответственно можно четко уже делать вывод, и ему об этом говорит, что дорогой мой соответственно списал. Да, вот, задание можно всегда немножко изменить для того, чтобы это не сочеталось с готовым домашним заданием. Да, ставьте вопрос на немного в другом ключе, добавьте свои детали. То есть любые уточнения разрушают мощность ГДЗ, сводят все его КПД на ноль. как часто проводить словарные диктанты. Я в итоге пришел к тому, что их вообще не надо проводить. Особенно уже в средней и старшей школе достаточно в какой-то интересной форме опросить, если вам интересно, выучили они лексику или нет. еще раз скидываю вам код для скачивания сертификата. Спасибо вам огромное. С удовольствием потом еще прочитаю весь чат. Всего доброго и до новых встреч. 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 Продолжение следует...